Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Медикал Фитнес и я его ведущий Крафцев Сергей. Сегодня у нас в гостях уникальный человек, главный врач клиники вертоброневрологии Андрей Чебыкин. Он сегодня нам расскажет, что такое сколиоз, как с ним бороться, ну и куча других интересных подробностей, которые вы все хотели узнать, но, возможно, даже боялись спросить. Итак, Андрей, первый вопрос. Расскажите нам, вот все в интернете говорят, что сколиоз, что это вообще такое? То есть сколиоз сейчас такое заболевание, которое, в общем-то, в интернете слухи чуть ли не вызывают рак. Понимаете, давайте разберем этот вопрос, что же это такое и можно ли с этим как-то бороться? Добрый день, дорогие друзья! Раскроем тему и секреты сколиоза. Сколиоз – это искривление позвоночника, но здесь необходимо сразу сказать, что это искривление или влево, или вправо. То есть я буду рассказывать очень образно для широкого круга моих слушателей, потому что у нас есть все-таки физиологические изгибы, это поясничный лордоз, шейный лордоз, грудной кифоз. Они должны быть, потому что позвоночник у нас не прямой, как палка. Все, что влево или вправо, это называется сколиоз. Здесь же необходимо вспомнить про онтологический сколиоз, который возникает у взрослых людей и возникает на фоне выраженного болевого синдрома. То есть, соответственно, при таком сколиозе человек перекашивает, но по мере лечения, по мере приема миорелаксантов, эта боль уходит и, соответственно, позвоночник упрямляется. Андрей, расскажите еще подробнее, вот как можно лечить сколиоз и вообще поддается он какому-то лечению или нет? Важно отметить, что сколиоз лечится все-таки в подростковом возрасте, то есть до 16 лет, до периода формирования. Далее лечение сколиоза – это уже из области фантастики. Если только возникает выраженный болевой синдром и приходится прибегать к оперативному пути лечения. Чем раньше ребенок обращается, тем лучше будет эффект. Дорогие друзья, хочу рассказать про наше наука о лечении сколиоза, потому что все-таки методик очень много, но то, что используем мы, используется только у нас и больше нигде. Одна из причин сколиоза – это нарушение роста позвоночника. На самом деле, конечно, причин очень много, то есть это и травмы, и наследственные заболевания, предположенность. Но одна из причин – это нарушение роста позвоночника. То есть, с одной стороны, он растет быстрее, с другой – запаздывает в своем развитии. Поэтому в этом случае нами разработаны специальные баночки, так называемая вакуум-коррекция. То есть, это банки, не смотрите на то, что они разные формы и, соответственно, разных размеров. Все зависит от ребенка, подростка, который к нам приходит. Но что происходит? Ставится баночка со стороны вогнутости. При помощи компрессора откачивается воздух, и происходит механическое подтягивание позвоночника в нужную сторону. Это один из визуальных механических этапов лечения. То есть, этот эффект сразу увиден и сразу просматривается. Второй эффект от вакуум-коррекции, то есть, методик называется вакуум-коррекция, что с этой стороны, там, где зона роста запаздывает в своем развитии, они стимулируются, и еще опосредованный эффект нарастает в течение 2-3 месяцев по мере того, что рост позвоночника выравнивается. Конечно, помимо вакуум-коррекции у нас еще используется в целом комплексный подход, то есть, там и массаж, и элементы иммунальной терапии, и электромиостимуляция мышц. Опять же, с нужной стороны, там, где они должны быть более крепкие, обязательно входит в комплекс лечебная физкультура, то есть, комплексный подход. Андрей, еще вот такой вопрос. Мы узнали, как лечить сколиоз. А можно ли вообще заниматься спортом или фитнесом во время лечения сколиоза, или, может быть, это делать после, или, может быть, вообще никаких физических нагрузок человеку нельзя выполнять в течение всей жизни? Друзья, насчет тренировок и других положительных нагрузок при сколиозе. Конечно, необходимо укреплять мышечный корсет, но с учетом дуги сколиоза, когда, с одной стороны, мышцы у нас перерастянуты, и их необходимо укреплять, приходится прибегать к асимметричной лечебной гимнастике. И этот принцип, он преследуется везде. То есть, мышцы, прежде всего, необходимо укреплять с одной стороны. В целом, в гимнастике, в целом, в тренажерном зале следует избегать ударных нагрузок, избегать вертикальной осевой нагрузки на позвоночный столб. Все, что давит на позвоночник, соответственно, логически будет усиливать дугу сколиоза. Ну и последний вопрос, Андрей. Очень часто наши зрители интересуются, а могут ли быть какие-то серьезные последствия у сколиоза, если его не лечить вовсе и об этой проблеме не заботиться? Дорогие друзья, говоря о осложнении сколиоза, можно продолжать до бесконечности. Это начиная с болевого синдрома, за счет того, что дуга формируется, с одной стороны, корешок ущемляется и возникает выраженная боль. На фоне сколиоза, на фоне неправильных статических и динамических нагрузок формируется остеокондроз и последующие грыжи диска, что также лечится в течение всей последующей жизни. Опять же говоря, о корешковой симптоматике при сколиозе необходимо вспомнить, что все органы нервируются и может страдать любой орган, на уровне которого травмируется корешок. Естественно, при выраженных степенях сколиоза страдает дыхательная функция. Легочный объем уменьшается, человек начинает задыхаться. Может сдавливаться сердце. Здесь уже идут сосудистые проблемы. В целом, опять же, нельзя говорить про сколиоз как про единственное заболевание, потому что это системное заболевание, это слабость связочного аппарата. И часто приходит пациент, который говорит, что у меня сколиоз, на самом деле там он подскостопие, там и другие проблемы соединительной ткани. Поэтому надо смотреть системно. И в целом, как правило, сколиоз и подскостопие сопровождают друг друга в 90% случаев.